Чао а тутти, рогацы! К счастью, на Сицилии все еще хорошая погода и 25 градусов, солнечно, ну а я приехал на север Италии для того, чтобы устроить очередную охоту за стадионами. Четыре дня, четыре города и четыре новые арены. Болония, Парма, Реджио Эмиля и Солерна. Восьмой выпуск канала в погоде за стадион. Чись, яма! На пару дней мы обосновались в Парме. Это самый удобный и выгодный по деньгам вариант в регионе Эмилия Романи. И сегодня двигаем на баскетбол в Болонию. Доберемся на поезде за 58 минут. А вы не забудьте налить кофе и желательно итальянский, конечно. Восьмой выпуск, как и выпуск Амиссии, будет сильно отличаться от предыдущих. Я не буду разбивать это на четыре разных видео. Сниму одно про весь три для того, чтобы максимально передать драйв поездке. Поэтому четыре города и по четыре факта о культуре и спорте. Первое. Болония город дорогой. Примерно на уровне Милана, но инфраструктурно немножко уступает. При этом здесь очень большое количество бизнес-движухи и производств. И при этом Болония является одним из лидеров по уровню жизни в Италии. Второе. Университет Болонии. Он является старейшим университетом мира. Его основали в 1088 году. Отсюда и Болонская система образования. Почти 100 тысяч студентов обучается ежегодно. Больше 60 тысяч сотрудников. А стоимость образования достигает 8000 евро. Масштаб колоссальный. Третье. Болония нередко называют кулинарной столицей Италии. Хотя чемпион 2022 года это Венеция. Конечно, все знают пасту Болоньезе. По-италянски это звучит обычно как столиотели. Конрагу алла Болоньезе. Я ее здесь пробовал. Да, это вкусно, но не прям вау. Ее научились готовить на самом деле везде. Четвертое. Арочные галереи. В городе их построено почти на 40 километров. И тем самым он, Болония, является единственным таким городом в мире. Действительно очень впечатляет. Итак, первая арена этого путешествия. Арена Паладоца в Болонии. Баскетбольный зал. Женская Евролига. Болонский вертус играет против испанской Авииды. И факт номер один. Билет на эту игру стоил ровно 0 евро. Причина, к сожалению, довольно простая. Пока невысокая популярность женского баскетбола в мире. Арена Паладоца была открыта в 1956 году. Вмещает 5,5 тысяч зрителей. И принадлежит городу Болония. Арена носит по прозвищу маленький Мэдисон. Из-за внешнего и внутреннего сходства с Мэдисон Сквайр Гарден. Это баскетбольная мекка в Нью-Йорке. Туда, конечно, попасть бесплатно нереально. Чтобы начать по работе. Доксо – это фамилия мэра Болонии, который в 1956 году открывал вот эту вот арену. А Палло – это представка почти у всех универсальных дворцов спорта в Италии. За позднего начала матча приходится уходить до окончания игры. Но что делать? Нужно стучить на поезд обратно в Парбу. Увидимся там уже завтра. Блин, после солнечной Сицилии, блин, с такой погодой вообще в сон клонит. А, уже снимаем? Окей, погнали. Парма. Первое. Всемирно известная еда. Прошуто-гипарма. Сориальная ветчина. Это пармезан Риджана. Это тот самый пармезан. И игристое вино Ламборуско Марчелло. Сорта нагады собирается исключительно в регионе Эмилия Романья. Великий итальянский скрипач Антонио Страдивари родился недалеко отсюда, в городе Кремона. А свою карьеру начал как раз-таки в Парме. И вот здесь вот мы видим детскую площадку с скрипкой, которая является одной из лучших в истории. Библиотека Палатина. Одна из старейших и самых богатых библиотек в Италии. Содержит более 700 тысяч наименований, рукописей и архивных документов, включая самые редкие книги. Если было неизвестно своими арочными галереями, то Парма известна своими подземными тоннелями, которые были созданы в средние века для обороны и убежища. Некоторые из них даже доступны для посещения. Но мы на эти экскурсии сходим как-нибудь потом. Стадион Энно Тордини построен в 1924 году, то есть открыт. Дважды ремонтировался в 90-м и 93-м. Помещает почти 37 тысяч зрителей. Боковые трибуны с козырьками. Заворотные трибуны без. Как и на Рената Доллара в Болонне, на футбольном стоюне, здесь вот такая отличительная черта, как арка. Такой отличительный исторический момент, как в Болонне башня. Так вот здесь вот такая прекрасная арка. Очень она, скажем так, переносит дух времени. Надеюсь, ее никогда не снесут, и она будет украшать это место всегда. Какой прекрасный магазин рядом со стадионом Пармы. Такие кубки, которые команда выигрывала. Прекрасные фотки. Вся история на самом деле собрана вот здесь. Фан Себастьян Верон, кстати говоря, за Парму тоже играла аргентинская легенда. И тут же можно еще и кофе выписать. Но вообще просто суперлюкс на самом деле. Прекрасное место для болельщиков с Пармой. Вот так вот находится Стеёна на Тардине. Вокруг него жилые кварталы. Семель очень прикольно, когда вокруг Стеёна не какое-то там поле открытое, или что-нибудь в этом роде, а когда он прям гуще событий. Итак, попадаем на футбол. Про Парму. Первое. В Парме начинал и завершил карьеру, пожалуй, самый известный итальянский вратарь Джан Луидзе Буфон. Его статистика за Парму 265 матчей, 98 пропущенных мячей, 1 Кубок Италии, 1 Супер Кубок Италии и 1 Кубок УЕФА. Ну, в принципе, вот с этого балкончика можно было футбол бы и посмотреть. Только, правда, вот эту штрафную. Дальнюю же не увидишь. Но тоже ничего, согласитесь. Эннио Тордини окончил юридический факультет Пармского университета. Он был активным политиком и очень любил спорт. Будучи президентом Пармы, он начал строительство как раз вот этого стадиона, но, к сожалению, не увидел его открытия, потому что умер за год до этого события. На самом деле, к сожалению, не на всех стадионах Италии есть хорошее цветное табло, которым выводит не только счет, но и картинку. Проект полной реконструкции стадиона Эннио Тордини показали еще в июне 2021 года. Но реализовывать проект пока не спеша. Причина максимально банальная. Нет бюджета, нет денег. И пока не могут их найти нигде. Так что запасаемся терпением, верим, надеемся, что деньги найдут. В Италии все как обычно. Между прочим, Парма лидер серии «Б» этого сезона. 9 матчей, 6 побед, 2 ничьи, 1 поражение. А Кома находится на пятой позиции. Как по мне, очень крутой флаг в виде футболки Пармы. Я не знаю, какого года, честно говоря, но выглядит прям шикарно. Мимо всего прочего, на стадионе Эннио Тордини есть вот такие скайбоксы, где можно, я так понимаю, за дополнительную стоимость билет. Конечно же, вкусно покушать, попить не только пиво, но и вино. Ну, здорово. Крутом дарового матча Парма одержал победу с жидом 2-1, тем самым сохранив лидерство в серии «Б». Ну, а мы двигаем дальше. Следующая остановка – матч с Сусоро-Лацо, в городе Реджио-Милия. На завтра. Из Пармы мы доехали до Реджио-Милии, который называют «Чита Дель Триколоре». Дело в том, что в Реджио-Милии был впервые поднят итальянский флаг в его современных цветах – зеленом, белом и красном. Это произошло во время французской революции 7 января 1797 года. Каждый год в Реджио-Милии проводится фестиваль балконов. Люди украшают свои балконы и фасады зданий уникальными декорациями. Это продает городу дополнительное очарование. Театр Ромала-Валли был построен в 1651 году и является одним из старейших активных действующих театров в мире. Он был назван в честь актера, который родился в Реджио-Милии и снискал свою славу на сцене в Италии и в кино. В Реджио-Милии отлично развит спор. Есть профессиональные команды по футболу, баскетболу, футзалу, хоккей на траве, американскому футболу, волейболу, водному полу и многие другие. На баскетбольном дворце спорта Реджио-Милии прекрасный граффити с ЧСКБ Брайента, который, к сожалению, к огромному сожалению, погиб несколько лет назад вместе со своей дочерью, разбившись на вертолете. Все дело в том, что в 89-91 годах маленький Коби жил в Реджио-Милии, пока его отец Джо играл за местную Реджио-Милии. И местные жители его не забыли, как и многие любители баскетбола. Они вырисовали граффити, они сделали вот эти доски почетовые, если так можно выразиться. И они переименовали вот эту площадь в честь Коби Джанны Брайента. Если вчера я говорил, что мне очень нравится, как стадион Парма находится в черте города, то сейчас мы снимаем практически из картофельного поля, но потому что стадион вон там. Двигаем отреться стадион этого тура, стадион Маппей, или по-старому Чита Дель Триколора. Построен в 1995 году, вмещает 21 525 зрителей и бюджет строительства составил 25 миллионов итальянских лир. Не удивляйтесь, мы приехали на футбол, мы приехали не на шаг, но на территории спортивного комплекса Маппей есть настоящий торговый центр. Но где-то в Италии площадь стадиона используют для получения прибыли. Ювелирка, все дела, поднимаем голову. И видим, что вот это вот трибуна стадиона Маппеи. Неплохо построена. Внизу торговый центр. Внизу фодкор с большим количеством различных ресторанов. Разные абсолютно еды. На самом деле удобно, потому что здесь еще есть и кинотеатр. То есть можно приехать за, допустим, 4 часа до матча, посмотреть кино, сходить в магазины, сходить поесть с ребенком в том числе. И после этого пойти на футбол. Максимально круто используемое пространство. Я надеюсь, что вообще в будущем эта модель перенесут на другие итальянские стадионы. И вообще на стадионы в мире. Потому что только таким образом можно детей в первую очередь на стадионы затащить, чтобы им было интересно. На входе в стадион случился абсолютно неожиданный для меня прикол. У меня отобрали селфи-палку, поэтому я сейчас снимаю по-старому для вас. Надеюсь, что Стюарт ее сохранит до конца матча и я смогу забрать. Но, конечно, мягко говоря, я жил, потому что я сказал, что на всех стадионах я снимал, всегда проходил все окей. Мы сказали, именно на стадион Мапеи это не окей. Вообще Сусоло это отдельный город со своей командой, команда Сусоло. Но в 2013 году они переехали сюда, на этот домашний тренинг уже стадион, потому что компания Мапеи выкупила арену у бестующей на тот момент Риджа. Но не путайтесь с Риджиной из Реджио Калабри. От Сусоло до Реджио Эмилии, где мы сейчас находимся, примерно 25-30 километров на машине довольно быстро можно доехать. Но я уверен, что матч будет домашним, как бы, домашним для Лацо. Во всяком случае, по обстановке в торговом центре и по количеству шарфов на болельщиках. Их в Лацоали. Из Рима явно приехало больше, чем ребята с Сусоло. Сусоло. Уникален тем, что на нем можно поры пачить прямо во время матча. Поскольку ров безопасности содержит воду, которая подается из близлежащей реки, то вместе с водой приплывает и рыба. Фото и видео с уловом различных болельщиков в различных клубах не раз попадали в сеть это гостевая трибуна Вацио а вот домашняя трибуна Сусова есть разница напомнил матч печенца между Фераль Писовой и Моденой Ахахахаха Поехали! Пойдём, 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 пойдём! Плаб сырой был с ажетом 2-0, у Сесоу на выезде, я вернул свою селфи-палку, так что завтра она, надеюсь, не пригодится и меня никто не наберет и завтра мы будем солярно двигаем на мальч на ареке вот так выглядит вторая станция в реджей мили выглядит она гораздо лучше чем центральной станции ну предполагаю что это сделано потому что здесь я на располагать какие-то производства и видимо эти компании вложились вот такую красоту чтобы не было иллюзий что это все просто и легко сейчас 5 43 утра вот мы из реджей мили двигаем в солярно нам 5 часов до солярно на поезде и главное чтобы батарейки хватило на все это рассказать вам про солярную про и он и реки так далее я снова в шорту потому что мы возвращаемся на юг италии в очень приятный город солярно по моему лично умению реально действительно очень приятный город этой части страны находится он 30 минутах езды на поезде от неаполя и рядом со знаменитым амальтийским побережьем где цены из ты их 4 за все то же самое что вы можете увидеть в италии в разных ее частях но да безусловно дома которая располагается в горах чуть ли не под ответственным склоном это конечно очень круто как и в реджио калабрии в солярный я выделю набережная она хорошо оформлена у нее хорошо вложились не везде в это ли ты делает а вот здесь приятно пройтись в одну сторону набережной примерно 5 километров протяженности солярно город с огромным количеством графики причем не только на футбольную тематику но и на него конечно же тоже но и на любую другую можно идти случайно повернуть на одну из улиц и увидеть такую красоту во время второй мировой войны с сентября 43-го по февраль 44-го столица италии был сначала город бриндизи а с февраля 44-го по 4 июня 1944 года момент освобождения рима город солярно как раз таки был столицей итальянской республики сегодня приехали на матч двух худших команд чемпионата после восьми туров у сарвентаны 0 побед 3 ничьи и 5 поражений соответственно 3 очка 19 место у кальвери у гостевой команды и того хуже 20 место 0 побед 2 ничьи и 6 поражений соответственно сегодня по идее одна из команд может одержать первую победу в сезоне интрига на удивление свою карьеру в сарвентане заканчивал знаменитый французский игрок франк рибери за сезоном провел 25 матчей голов не забил но сделал три голевые передачи итак 4 арена этого трипа где он ареке построить 1990 году вмещает 37800 зрителей 3d реконструировался в 98 году в рамках кубка юфа здесь играли феорентина и краскопер болельщики солярнитаны бросили фаер в резервного обита и из-за этого феорентина подчеркиваю феорентина получила технарь 03 слушайте первые впечатления очень крутые стадиона реки во первых он большой ты прям заходишь и чувствуешь энергетику а во-вторых конечно очень крутая у них курва заворотная прям конечно не до мурашек потому что я не болею за себя но если бы я болел то я бы с большим удовольствием проходил на каждый домашний матч как и вчера на стадионе на пэе ареке есть ров безопасности правда он без воды рыбу здесь конечно не поймаешь ну а трибуна сэрлентаны курва просто прекрасно знаете процентов на 80 заполнена и очень громко поет я кстати совсем забыл что филиппо энзаги уже бывший тренер и джины про который я вам уже рассказывал один выпуск назад теперь тренер как раз таки сэрлентаны будет помогать ей выбраться из подвала у тренера на таблице а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok